Призрачно Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Доброе утро! Спасибо вам большое! Вот как приятно начинать утром У меня аж мурашки! Пробуждение такое нежнейшее! Доброе утро еще раз уважаемые друзья! Ну и позволю себе немножечко пошутить Если вы пришли на концерты ПТА и парадный вход Закрыт, то ищите служебный Хорошо, ладно А все почему? 30 марта в киноконцертовом Комплексе имени Маяковского состоится Концертная программа под названием «Служебный вход» Меня зовут Евгений Чурилина А меня зовут Алена Чурилина, а у нас в гостях сегодня Ирина Леоновна Саркисян Директор, городской директор творческих программ Константин Телегин, актер театра «Красный факел», Марина Кондратьева Артистка театра «Глобус» И Сергей Мартыньок Руководитель ансамбля «Сюрприз» Прошу прощения, заслуженный артист России Здравствуйте еще раз! Доброе утро! И естественно нам интересно узнать Служебный вход, концертная программа Что это за проект Что за программа такая? Рассказывайте! Ну, задумка родилась из того, что Наверное, всем известно Этот год, 2019, я верен президентом России Гудом театра И мы, конечно, не могли остаться в стороне В концертном комплексе имени Маяковского Мы подготовили множество программ Именно вот с этой тематикой С общим названием «Вдохновение города» 27 марта, как, опять же, большинству из вас известно Международный день театра И первый концерт цикла «Вдохновение города» И посвящен этому дню театра И мы его назвали «Служебный вход» Потому что, ну, просто исполнять песни Знакомые, незнакомые, любимые, нелюбимые Нам показалось неинтересно и скучно Мы решили перемежать Это душевное, я надеюсь Замечательное артистическое пение Известными и неизвестными байками Их, наверняка, много в каждом театре Ну, дальше, наверное, артисты меня поддержат в этом И наверняка в их запасе есть Какие-то курьезы и веселые случаи Те самые актерские байки И вот наш концерт будет строиться на том Что мы будем петь в сопровождении Прекрасного ансамбля «Сюрприз» И хохотать, может быть, грустить Рассказывая вот те самые актерские байки Только не плакать Только не плакать Мы очень хотим, чтобы настроение наших зрителей Было прекрасным на протяжении всего концерта Вы знаете, у меня вот есть интересный вопрос Вот когда, во всяком случае, не знаю, любой творческий человек Когда слышит, что концерт, который называется «Служебный вход» Означает, что, наверное, какой-то другой, вот совсем формат Непривычный формат Да, непривычный должен быть Скажите, действительно ли зритель должен будет заходить через служебный вход? Попадет ли он, например, в зал рассадка через сцену или как? Давайте оставим интригу, мы точно так же думаем Хорошо, интересно Понятно Ну вот, байки, конечно, я уже заинтригован Я тоже заинтригован А вообще, почему родилась такая идея, да? Для чего это все? То есть я понимаю, что есть желание посвятить зрителя, да? В свой внутренний мир, внутреннюю какую-то, да? Сторону показать, как же делается, чем живет театр А для чего это все? Мы предполагаем все время надеяться, что это интересно зрителям Нет, я понимаю, что это интересно Нет, это безумно интересно Интересно Просто актер обычно, он живет как-то сценической какой-то деятельностью Да, и не все готовы представить свой богатейший внутренний мир Но ведь все наши зрители читают там Телесемь Да Какие-то еще другие журналы и ищут именно те самые тонкие штуки, которые потом обсуждают на кухнях, на обеденных перерывах А мы решили, что почему бы не обсудить это вот так вот всем вместе Это что-то вроде того, Лолиту Милявскую опять обнаружили в метро без косметики, да? Наверное, вот в таком характере? Нет Нет Это не самое интересное, я думаю Ну, действительно, да Гораздо интереснее какие-то рассказы Раневской Думаю, с удовольствием послушают Ну, и говорю, не буду все рассказывать, потому что я же жду зрителей Мы же ждем зрителя Пять интриги, а и ты Да, да, интересно А я буду докапываться Я поняла, что главным сюрпризом, ну, одним из сюрпризов, да, это, собственно, ансамбль Сюрприз будет Сюрприз Первый сюрприз у нас уже буквально вот здесь Вы знаете, сюрприз таким неким паровозиком На котором в каждом вагончике будут ехать наши знаменитые и не столько еще известные артисты наших театров Их будет, наверное, более 15 солистов Это вообще в сюрпризе впервые, чтобы мы в основном сейчас от всех солистов отказались Поем сами Ну, тоже круто Ну, делить проще, понимаете ли Ну, да, я понимаю вас, да Слава Да Вот Ну, вот этот концерт исключение, потому что очень много артистов И вот эта тема, поющий актер, она очень интересна, потому что профессия актера предполагает более глубокое прочтение песни Ну, безусловно Да, и вот я надеюсь, что вот эти обыкновенные песни, которые и необыкновенные, необыкновенные красоты песни, которые будут звучать, они будут звучать, наверное, по-новому Потому что будут петь и молодые актеры, которые вообще, вот, да и не помнят когда-то в Советском Союзе, как они звучали Будут петь по-новому, и нам очень это очень интересно То есть все-таки новые краски будут, да? Новые, как будто вот в новых нотах, новыми красками Нет, но с первой песни сразу стало понятно, насколько вот Да у меня этот муражник, я думаю, что мы об этом поговорим Это будет еще один такой легкий сюрприз интересный Вы знаете? А какие еще сюрпризы будут в программе? Ну, расскажите, ну хоть немножечко Интересно, чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть Помимо ансамбль сюрприз, что еще за сюрпризы будут ожидать зрители? Вот 15 солистов из разных театров Да Какие театры принимают участие? Все театры, я так понимаю, да? Все театры, все актеры, все театры Обычно, вообще, у нас, кроме этого, идет конкурс известный актерский, поют драматические артисты Если вы придете, вы познакомитесь с таким жанром, как исполнительского мастерства Вот, я просто хочу сказать, еще хочу напомнить, что это день театра 27 марта это день театра, и в общем просто не получилось так, 27 марта провести этот концерт И просто 30-го пройдет концерт, который посвящен дню театра Хорошо А в день театра, традиционно, театр, как бы, распахивает свой служебный вход Для того, чтобы зрители могли не только, как бы, с лицевой стороны посмотреть на то, что происходит в театре, но и, как бы, и внутри Хотя, все эти байки, все эти истории, которые потом кажутся смешными, на самом деле, это жуткие истории Это стрессовые ситуации, когда актеру сбывает текст или что-то еще Это потом вспоминать Падает в явно Падает в явно Падает в явно Да, у меня однажды, знаете, я играю в спектакль, выхожу за кулисы, и вдруг падает записка передо мной Я ее разворачиваю, и там написано Помогите Монтировщика закрыли на колосниках Спасите меня Интересно, интересно Или когда что-нибудь, да, что-нибудь путается, что-нибудь идет не так Мы однажды играли с перемешанком спектакль, а я играю в человек, который говорит всем, что его жена умерла На самом деле, она от него сбежала И я в самой первой сцене выхожу и говорю, знаете, моя жена от меня сбежала Вместо того, чтобы она сказать, что она умерла То есть, как бы, спектакль можно было заканчивать, даже не существует никакой Перемешанок нашелся и говорит, вот и мы так же говорим Хотя ты иногда утверждаешь Что она умерла Хорошо, интересно Ну, по-моему, может бесконечно слушать вот эти вот всякие разные интересные истории Ну вот, кстати, пропадение вверх, ну подожди, ну как можно упасть в яму? Нет, я понимаю, что светит свет Ну, ситуация стрессовая все равно, у спектакль светит свет И на сцене мало чего видно, на самом деле, когда светит глаза свет Ощущение, что ты исполняешь, да, там, как будто дракону, да? Потому что софиты иногда напоминают глаза какие-то дракони Я предлагаю все-таки с утра не падать ни в какие ямы, друзья А только лишь просыпаться, чувствовать себя бодро и все видеть Не переключайтесь, небольшой информационный блок и продолжим Когда простым и нежным взором Ласкаешься ты меня, мой друг Необычайным цветным узором Земля и небо успехивают, друг Если час и боль разлуки Хочу делить с тобой всегда Давай пожмем друг другу руки И в дальний путь на долгие года Такая… Насвесчана не свеча Хорошая песня на самом деле, мне кажется, заряд… Что тут мы говорили! Доброе утро! И мы продолжаем, да! Музыкально-театральное утро! А все почему? Потому что 30 марта в киноконцертном комплексе имени Маяковского состоится концертная программа под названием Служебный вход! И сегодня у нас в гостях Ирина Ливоновна Саркисян, директор городской дирекции творческих программ, Константин Телегин, актер театра «Красный факел», Марина Кондратьева, артистка театра «Глобус» и Сергей Мартынюк, руководитель ансамбля «Сюрприз», заслуженный артист России. Здравствуйте! Еще раз добро утра. Всегда хочется, когда слышу «Сюрприз», и мне почему-то вспоминается песня «Сюрприз! Сюрприз!» Да, здравствуйте! Да это в честь нас и написано. Я, в принципе, да, я так и догадывался. Хорошо, давайте продолжим наше такое интересное общение. Мы поговорили о том, что служебный вход, да, ну, что вот концертная программа, но не поговорили, что же будет происходить в концертной программе. Нет, вообще, вот сам факт, да, все театры принимают участие в этом большом проекте. Как будет совмещаться песня, истории? Не болтай, не перебивай жену. Вот. Вот, вот так обычно и происходит. А сейчас как раз и забавная история по этому поводу. И можно что-то рассказать. Например, может быть так в концерте. Нет, а сколько номеров в концертной программе? Я думаю, большое количество, около 30. Пока никто не знает. Мы еще готовим. Это тоже сюрприз, да? Это тоже тварино. Это, наверное, зависит от того, кто сколько песен вспомнит в концертной программе. Кто еще выгодит. Мы точно знаем, что концерт в одном отделении, поэтому он не менее полутора часов. Хорошо. Это точно, абсолютно. Вот вы хотите, так ограничиваетесь, да? Кроме заслуженного артиста Сергея Мартынюка, в нем примет участие заслуженная артистка России Вероника Гришуленко, народный артист России Андрей Гуревич. Зоя Терехова. Зоя Терехова тоже заслуженная артистка России. Ну и любимец новосибирской публики Карен Мавсисян. Пока, ну, как это, народный артист по любви. Ну да, пока по любви. Дамской. Да. По дамской любви. И очень-очень много молодых артистов. Это хорошо. Вот, кстати, по поводу молодых артистов, да? Вы знаете, мне вот, наверное, необходимо пообщаться. Это, Мариночка, артистка театра Глопус. Вот смотрите, ну ладно, мы там, да, мужчины иногда там, но как-то мы все-таки пытаемся вот себя нести, да, как-то вот что-то приоткрывать. А здесь, ну это действительно так. Я тебе один раз уже открылся, да, поэтому ты моя супруга. Так вот, как вот через ваше призму понимания, вот все-таки служебный вход, да, например, там вот именно как будто вот совсем все по-другому же нужно сделать. Как-то показать внутренний мир. Не страшно? Нет? Не хочется нам так сказать, а зачем вам это? Вы знаете, я все-таки склоняюсь к той мысли, что не весь внутренний мир нужно показывать. Вот, например, у нас в Глобусе был такой проект, когда зрителей пускали как бы за кулисы и открывали им тайну того, как творятся чудеса в театре. Вот, но мне кажется, что иногда это противопоказано. То есть в гримёрку зрителя лучше не пускать? Потому что там свои тайны и секреты. Но намекнуть на то, как создаётся творчество, как живут артисты за кулисной жизнью, думаю, стоит, потому что не раз я слышала от простых людей, которые не связаны с искусством, о том, что, боже, как вы там живёте, вы же небожители, вы как в космосе. Да нет, мы, в общем-то, такие же люди, с такими же потребностями, проблемами, заботами. Но у нас есть прекрасная обязанность и долг, наша служба театру, когда нужно выходить. И опасно, и трудно. И отдавать энергию, отдавать своё умение зрителю. Тяжелая неказистая жизнь родного артиста. Нет, родного артиста прекрасна. Интересно. И закулисная тоже. И какие-то истории, возможно, да, как раз-таки дадут зрителю понимание о том, как мы живём, как мы существуем в обычной жизни. Хорошо. А у меня вопрос... По поводу, наверное, внутренней энергетики. Нет, у меня вопрос вообще по поводу, в принципе, пения. Ведь актёры далеко не все поют. И вот у меня вопрос, как же так получилось, что вот плейтами... Ну, смужели, решили запеть. Пожалуйста, что-то есть. Актёры разговаривают поставленным голосом. Не все актёры участвуют в этом празднике, только избранные, только те, которые поют, да. Ну, а если взять актёров, в принципе, и Смиронова же у нас в России началось такое, вернее, в Советском Союзе, пение актёрское. Ну, а если мировую историю... Ну, Боярский тоже. Марк Бернес, если туда же. А Барбара Стрейзенд, если её взять, я не думаю, что там какой-то эстрадный певец круче, чем она поёт. Даже в Америке. Даже, да. Да, поэтому это актёрское пение, и оно очень давно идёт. И вот уникальность этого концерта, я думаю, в том, что более 15 актёров будет участвовать. Вся всех театров. Я не знаю, будет ли театр кукол, или он... Да. Должны быть. Будущие куклы тоже будут петь. Куклы тоже будут. Я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, да. Потому что вот, ну, представляете, человек пришёл и попал сразу во все театры города Новосибирск. Это уникальный проект, безумно. В одном месте, да, сразу. Надо сказать, что наш город всё-таки театральный. Практически здесь всё. Да, действительно. И опера, и балет. И драма. И драма. И комедия. Да, и комедия, и драма. И все поют. И все поют. Даже те, кто не умеет. Вот надо ещё, наверное, какую-то балерину пригласить, чтобы тоже... Спело. Тоже спело. Да. Это, по-моему, будет вообще уникальный случай. Мне нужно Карену Моффициенту попросить танцевать. А, задеть пачку. Давайте попросим, что пока надо задеть пачку. Точно. Ладно. Константин, расскажите, как давно вы поёте? Пою всегда, сколько себя помню, всегда. До того, как решил стать артистом, я был певцом. Считал себя певцом. Покажи. Хорошо. А если вы считали себя певцом, почему именно... Артистическая стезя меня запреснула. Да, артистическая стезя, да, а не музыкальная стезя. Не знаю, как так получилось. Случайно, как этот поворот в моей жизни произошёл. Но я хочу сказать, что артисты совсем по-другому поют. Совсем иначе. И это жанр вообще другой. Да, это совершенно другой жанр. Драматический жанр, я бы сказал. Потому что они, мне кажется, более осмысленно поют, более как бы обдуманно. Обдуманно тексты поют, обдуманно поют мелодию, потому что мелодию тоже надо понимать. Авторскую, композиторскую идею понимать. Понимать не только стихи, вообще концепцию, как бы песни. Смысл песни – это одно из важнейших. Поэтому много поклонников о актёрской песне. Это же довольно много. Тысячный зал мы планируем собрать. Мы сделаем это. Да я в большем вере, что получится, конечно. В конце концов, если не заполним сами на первой ряде, всё-таки испасадим. Не будем играть из драма ни разу, да? Хорошо. Нет, ну на самом деле, конечно, уникально. Вот вы знаете, всё равно есть один такой… А я хотела бы спросить, Константин, что вы будете петь? Что будет? Да, действительно. Мы ещё планируем. Мы ещё планируем. Мы обязательно что-нибудь такое. Что-нибудь из тридцати, там… Ну вот у меня, например, возникла такая возможность, и я ухватилась за неё. Я спою свою любимую, наверное, песню. Что за песня? Это секрет. И даже не напоёте чуть-чуть, и не намекнёте. Нет, нет, нет. Всё на концерте. Секретик. Да что же за секреты-то какие-то? Ну, я так много… Нет, ну на самом деле, выбирали песни самые известные, самые любимые, те, которые зал может где-то и подхватить, подпеть, сопережить. В общем, отталкивались вот от этих критерий. От качества материала. А только в программе только вокальные номера или ещё чем-то будете удивлять какими-то жанрами актёрства? Мы посмотрим, если вокала не хватит, будем ещё чем-то удивлять. Потанцуем. Добьём танцуем, да. Не забывайте, что ансамбль «Сюрприз» – это всё-таки замечательные инструменталисты. Да, конечно. Очень много инструментальных произведений в репертуаре. Удивим. Хорошо, хорошо. Ну и всё. Самый большой интересующий вопрос. Внутренняя энергетика артиста. Давайте о ней поговорим. Как сделать так, чтобы тысячный зал вот так взять и удержать? Ну вот, может, секрет какой-нибудь. Да, дайте сами. В двух словах хотя бы. Ну, этому учатся в институте много лет. В двух словах вам не передать. Ну, в общем, конечно, это самый большой секрет. И я думаю, что очень многое зависит от дарования, от таланта, от человеческой какой-то энергетики. Есть люди, которые притягивают внимание. Есть люди, которые умеют взять внимание. Ну, надо как-то изнутри, да, вот, наверное, не жалеть. Знаете что, есть вот, я думаю, что самое главное сопереживание. Если артист переживает что-то внутри себя, то это автоматически переходит в зал. Это как-то… Так вот оно. Уважаемые друзья, в общем, мы вам рекомендуем настоятельно 30-го марта прийти таки в киноконцертный комплекс имена Мяковского. Мяковского. Да, где состоится концертная программа «Служебный вход» и посопереживать прекраснейшим актерам, артистам театров города нашего и получить колоссальнейшее удовольствие. И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были директор городской дирекции творческих программ Ирина Ливоновна Саркисян, Константин Телегин, актер театра «Красный факел», Марина Кондратьева, артистка театра «Глобус» и Сергей Мартынюк, руководитель ансамбля «Сюрприз», заслуженный артист России. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.